27 мая на главной площади Каспийска стартовал автопробег ретро-машин в город Дербент, где любой желающий мог прикоснуться к автомобильной эпохе прошлого столетия. По приглашению председателя Собрания депутатов города Каспийска Абдул-Вахеда Джаватова было привезено более 60 раритетных автомобилей из Москвы, Санкт-Петербурга, а также 3 из Ульяновска, самому старшему из которых около 100 лет. Он 1930 года, он там на заднем моем плане, ну в толпе не особо видно, но это хот-род, участник Байкальской мили, участник уже пары выставок, машина довольно свежая, ее только недавно построили, я думаю, что она еще посветится много где и порадует много тысяч людей. Также представлены гоночные автомобили, также есть автомобили, которые я лично никогда не видел на наших мероприятиях, это очень радует. Есть владельцы, которые наконец решились, смогли, у них была возможность и там много всяких аспектов, отправить свои автомобили в Дагестан. По словам участников автопробега, главная цель – это продвижение культуры ретроавтомобилей, как классических, так и культовых, созданных инженерами, художниками и многими другими творческими людьми. Каждая из машин является очерком своего времени, эпохи и интересов, которые влияли на музыку, кинематограф и стиль одежды. Мы ездим много по разным городам и наблюдаем, что за последнее время стало больше людей, кому действительно интересно то, что они видят перед собой. Не просто вау, машина, какой-то объект, их сознание не может это переварить, и они просто на это смотрят, как на большое здание, красивое, не видят детали. Но людям интересно, они проявляют внимание, задают вопросы. Долгожданный показ ретроавтомобилей собрал на площади имени Ленина огромное количество каспийчан. Прикоснуться к прекрасному в этот день пришли все, от мала до велика. Мы узнали об этом событии, большом для нашего города, через телеканал «Среда». И не могли пропустить такое мероприятие. Хотелось бы побольше машин, но то, что мы увидели, это для нас тоже в новинку. Мне лично очень нравится, что почти весь город, люди ходят по площади. Такая интересная музыка, непривычная нашему, такие машины, которые мы видели только на картинках или где-нибудь в фильмах. И ощущение, как будто мы приобщаемся к какому-то там неизведанному, новому, интересному. Замечательно. И мне самой понравилось, как взрослой, и детям тоже они вообще в восторге. Горожан очень впечатлили железные раритеты. И воодушевленная Каспийчанка Кумсиад Гусейнова, увидев из окна своего дома, как перевозят машины эпохи маслкар, решила поделиться своими эмоциями с подписчиками в соцсети. Это что за красотейбл? Это что за... Одну сюда, вот эту желтенькую верхнюю, по-кратски. Дай мне. Видео завирусилось, и участники автопробега решили подарить девушке и ее племяннику экскурсию и небольшую поездку на ретроавтомобиле. На самом деле, мне по-своему понравились все машины, они по-своему все хороши. Но, как обычно, моя любимица, которую я выделила, также, так сказать, племяннику, который так сильно хотел это все посмотреть, понравилась Волга отечественная. Но, честно говоря, выделить какую-то одну не получается, потому что они все по-своему хороши. Но это такая фаворитка, так как я ее первую заметила, поэтому вот.